Хуякса так вот без задержки посмотреть как вообще там звук и все такое может быть и группа громче сделать по-моему на счету общая но у меня пока не включается но у кого-то там включается там минуточку вроде нужно подождать не-не-не-не, я убрал, сейчас я убрал задержку как у всех канал называется? это жема, ты скажи какое качество там подгрузилось, как у вас нравится это жема, ты скажи какое качество ну хорошее качество, вебка хорошо работает вебка отлично, то есть ну вот я за вебку больше всего переживал, видно меня сверху снизу нормально, вот я там где путш ну да отлично и ну такое лицо благородное я просто очень боюсь, мне часто с быдлом нет, ну понимаешь когда я в Питер ехал я не стригся 3 месяца и люди говорят ну че ты как гопник, сейчас вроде как симпатичнее должно же быть, да? ну да, ребят, вы смеетесь что ли? а че такое? ну там Юра Шатуно ну блять, конечно, наверное ты че потерял чувство юмора что ли по дороге в наш скайп, я не знаю я просто не понимаю, вы так серьезно разговариваете между собой или что тебя уже 2000 человек смотрит да, это очень хорошо, но они перестанут смотреть поймут, что ничего кроме доты не будет я щас еще музычку попробую подрубить а вы скажете, как она типа ну не очень сильно перебивает я вот чувак, скинь логотип и я его прозрачным сделаю я врать даже не буду, вот у меня рекомендованы рекомендованные аудиозаписи я не знаю я не знаю с кем меня блять перепутали с каким-то любителем шансона что ли все отлично музыка, хорошая я не люблю этот парк с Нэнси синие глаза блять между Нэнси и каким-то Олегом Медведевым Дипепл я думаю блять люди из Дипепла бы просто охуели там так чуть потише вроде и нормально Олег Медведев вот сейчас 3% выставил, нормально будет? ребят, вот кто смотрит там в чатике напишите а то мы сами красные маки окей вот вам танцующий котик да вот нормально чтобы не скучно было пиглец самая любимая ты в игру зашел да уже Илюх? да я нет, я как бы это с ботами спустил чтобы веб правильно выставить ну понимаешь же люди веб отлично, качество хорошее все окей ну да я просто понимаю что люди они хотят меня увидеть после такого долгого отсутствия Питер все дела там мало ли а может Мед заболел как у него там лицо цвет лица здоровый и только так часто не моргай, хорошо? хорошо я стараюсь ну знаешь тут еще опасность он просто напряжен очень сильно опасность вебки в том что моя женщина сейчас ушла в магазин и я просто переживаю за то что она как-нибудь ворвется в экран неудачно голая или еще что-нибудь в этом роде ну в общем скандал произойдет из-за этого но главное что работает остальное не очень важно ребят я тогда не наверное раз уж тест пошел нормально то я наверное не буду отключать собственно трансляцию сейчас все немного помолчат на всякий случай предупреждаю я расскажу что вообще будет происходить наверное два часика мы поиграем в Датан несколько матчей просто и потом со зрителями вот после чего перерыв два часа я буду отсыпаться потому что я реально с поезда недавно и давай джиггернаут потянул и потом про метро еще немножечко в общем в Питере было здорово очень я прекрасно отдохнул Хованский при мне набил посуды только на две с половиной штуки а это уже о многом говорит о том насколько был хороший отдых ну и соответственно у нас сегодня такая команда будет это Игорь Линк да всем привет мы специально его позвали чтобы создать создать нет издеваются на тобой взрослые дяди мы не такие мы еще сами маленькие мы можем сделать глупость но Игорь Линк господин сфинк а господин спектр господин спектр короче короче кстати поменяем мне кажется это отличная тема господин спектр да давай давай господином спектром да он не правильно напишет слово или еще что а нет это не Линк я думал что это Линк Значит Линк Игорь да замечательный видеообзорщик Игорь очень оригинальный стиль Рекрасные ролики на ютубе, на других каких-то сайтах. Кроме него, это Андрей Стрегуль, который отвалился уже, по-моему. Это он отвалился? Ну, конечно. Кого же еще, блядь. Коклятский интернет, который отваливается каждый раз, когда мы начинаем играть или в эфире выступать. Это... Леш, я не знаю, как тебе представить. У тебя есть никнейм какой-нибудь? Да хрен его знает. Просто Леша Бериков, игроком Андекс Кизетом. Леш, тебя выгнали. Подожди, Леш, а ты еще играешь в Next.KZ? А уже нет. Скажи, что ты играешь. Просто Леша, значит. Команда не следит. Тихо, тихо. Может быть и есть фанаты Next.KZ, откуда мы знаем. Нас смотрят по всей стране, и в том числе вполне возможно и в Казахстане. Кроме того, я думаю, что именно в Казахстане наибольшее количество женщин, которые болеют персонально за Игоря Линка, которого мы взяли чисто для того, чтобы комедийный эффект какой-то создать. Во всяком случае, я бы лучше позвал Антона Павловича поиграть в Соболь, там Иосифа Виссарионовича, кто такой Колян Должанский, я, к сожалению, не знаю, но судя по его лысой башке, тоже какой-то достойный человек. Там, кстати, качество 1080, все как надо. Да, 1080, только народ жалуется, что он поменьше. Да, 1080, но у многих интернетов. Ну, у меня даже не лагуют. Просто женщины из Казахстана, которые пришли ради Игоря Линка, не смогут смотреть 1080p. Ну, блин. Они звук только слышать будут. Как-то глупо выставлять 720, когда есть возможность играть и транслировать 1080p. Ведь большинство же населения России уже преодолело порог бедности. Правильно я говорю? Да, но на FWHD еще не все перешли, Илья. Ну, что это такое? Вот меня всегда раздражает, например, то, что я должен смотреть, допустим, телевизионные какие-то передачи в 4 к 3, когда весь мир уже давно на 16 к 9. И из-за этого у меня, например, давай поженимся с двумя черными рамками, если я недостаточно активен в этот день, чтобы переключить самому вручную. Ну, и то, или какой-нибудь футбол смотришь, ставишь одно разрешение, и футболисты сплющенные, как жиробасы, блядь, начинаешь нажимать другое, они нахуй растягиваются, как великаны, и хуй просышь. Поэтому, ребят, у кого тормозит 1080p, потом посмотрите записи, или я не знаю, но зато она будет 1080p. Разве это плохо? У нас all-peak, что ли? All-peak? Да. А, думаешь, это бы другое поставить? Мы хотели командный подбор погамать сегодня, типа. Но я в любом случае... Разогряемся. В любом случае, сегодня буду отвратителен, потому что господин Сикель. Отлично. Я буду отвратителен, потому что я играл на маленьком мониторе, я уже реально привык к нему. Поэтому я, наверное, поспорчусь сегодня пацанам. Я не всех представил, кстати. Стрегуль вроде представил. И последний, это Кирилл, который с АК, который, кто смотрел наши прошлые трансляции, это наш кэрри-герой, который просто на гипе устраивает постоянно. Но я уже вижу, какая тактика будет у нас в команде в этом матче. Хотя я никого об этом не просил, но раз они сами пикнули Виспа и Хаоск Найт, может быть, они что-то знают. И целый месяц с Андреем готовились к этому эфиру. Мы не спали. Он тренировал Хаоск Найт, и я тренировал Виспа. Я заменял даже тебя пару раз на Виспе. Вы на мин пойдете? Да. Наверное, да. Блин, не могу выставить вот это. Я боюсь, что громко все-таки вот это Нэнси, что-то как-то они громко стали пить. Кого вам взять в саппорт? Да, не знаю, мне без разницы. Да, я похуй Рубика возьму. Буду големов воровать. Че еще делать? Всю жизнь воровал сотовые на дискотеках. И то только в своем сне. Может быть, големы будут полезны. Как вообще настроение, ребят? Отлично. Казахстане, как погодка. Да вообще жара, на самом деле. Как и всегда, наверное, в Казахстане. Да нет, до этого там дождили, или даже снег видел в апреле. Думал, что, ну, из наркотиков, оказалось, нет, все видели. И сейчас вообще жарко-жарко. Хорошо, на самом деле. Приятно быть. О, начали... О, Алексей, я, кстати, спалил твой скайп, наверное. Меня начали добавлять сразу долбоебы. Вы приглашены. Вы хотя бы в смешные группы меня зовите, а то там сейчас полная хуета какая-то. Меня не очень радует. Давайте в смешные группы, типа там сборище анашистских мам, или еще какое-нибудь такое, чтобы я хоть поржал с вас. Ну и, соответственно, прибавление друзей... Естественно. Насчет прибавлений в друзей, я могу сказать, что... В принципе... Игорь, иди на низ. Мои друзья, вот, с которыми я сейчас играю, они больше любят, когда их добавляют в друзей. Не-не-не-не, не говорите к слову. Хорошо. Ну, я на топ, наверное, пойду тогда? Или как? Да-да-да, на топ. Окей. Вот так у нас, получается, будет... Соло на топе Рубик, Соло на низу, Линк и... Почему Соло? Я фармлю на топе. А, ты залеканул, будешь на топе фармить, окей. Игорь, а зачем тебе Magic Wand сразу? Так, ну... Ванамас сказал, значит, надо. Не, Ванамас... Ну смотри, смотри, я могу объяснить его логику. Во-первых, плюс три ко всем статам, а во-вторых, он надеется, что против него будут стоять... Я даже не знаю. Не-не, когда антимаг, блин, конец, он сможет себе 15 хп восстановить и выжить благодаря этому. Надо сразу... Бабы успеть переключить... Линк, надо брейсер сразу. Ой, как хорошо. Надо дальше переключить ПТ, восстановить 17 хп и обратно. 32 хп. Вот. Я надеюсь, что господин Клитор играет все-таки своего левого аккаунта и нас не будут дичайше бомбить. Как? Ты же капитан все-таки профессиональной команды был. Ну или не капитан. В общем, выгнанный чувачок. Ну ты понял. Ладно. Все смеются, все сосредоточены на игре, как всегда. Я, наверное, тогда расскажу про то, как я... Блин, как я в гей-клуб попал. Вчера вот эта история, и она имела самую большую резонанс. Еще расскажу, как меня в Москве встречали, как отвратительно ввела себя администрация пивной и мануфактуры в Митином. Ну, чего еще, в принципе, ждать от Митина. Но там я был просто разочарован очень сильно, потому что это место, где мы снимали, в том числе, аристократический кинематограф. Но, блин, в общем, нихуя себе. Господин Сикель-то жжет, порвал кому-то очко. Да, так вот, по поводу гей-клуба. Кто живет в Питере, наверное, знает такую улицу, как Думская. Я, блядь, понятия не имею, где она находится, потому что я все время в абсолютный умат пьяный туда подъезжаю и едва шевеля уже там ногами меня постоянно заводят в какие-то говеные ночные клубы, даже которые клубами назвать нельзя. Это скорее такие места, где есть угол, в котором можно помочиться и барная стойка с двумя проститутками, что-то такое. В общем, потусовавшись там довольно уныло, мы вышли на улицу и рядом с одним из клубов стоял такой толстый чувак, который меня узнал. Он был похож на сына Стаса Борецкого или, не знаю, какого-нибудь двоюродного брата, но я думаю, что он тоже давит об свою голову пивные бутылки. В общем, там полный пиздец. И он говорит, парни, Мэтт, ты такой популярный, нас в гей-клуб не пускает, хотя я не знаю, что ему там надо было делать. Попробуй типа нас провести. Я такой думаю, ладно, попробую пройти. Но меня тоже в гей-клуб не пустили. Чувак на входе, какой-то десантник-охранник сказал, ты что там только пидор, и что тебе там делать? Я говорю, ну слушай, а зачем ты тогда пидоров охраняешь? Разве это как-то не стыдно для такого великолепного воина, как ты? Неужели не нашлось СПБ, которое ты мог бы охранять? Ну и короче, в конечном итоге Руслан Усачев нас провел в гей-клуб, где у него абонемент. Да ладно, еще нет у него абонемента, но он единственный, кто туда реально рвался и все-таки уговорил, как за 100 рублей, прикиньте, там провели нас в этот гей-клуб. С нами был лысый чувак из Колпина, он был просто поражен многими вещами, которые творились внутри. Там была как-то травести-шоу программа, где женщина пела, пела песню про ток, точнее мужчина переодетая женщина и пел песню про то, как он хочет, чтобы толстый хуй был в нем, группа Ленинград, и в общем я был покорен этим местом, и теперь если я и буду ходить в клубы, то только исключительно в гей-клубы. Нихуя себе, ты видишь, как они нападают вообще неебически? А, да, молнию, молнию ему. Да, 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 я бегу, но не успею. Все, все, уходи, сейчас тебя убьют. Не думаешь? Блин, моло. У тебя же волк. Короче, когда ты увлекательно рассказываешь, сс снизу, тут антимак. Ну что, пришел. Да, и Куру с моими шмоточками. Да, соли, чувак. И сми да уж... А, нет, не пришел. Господин Сикель, вот почему-то ты стал тише всех, хотя был нормален. Думаю, а сейчас, а сейчас. Сейчас лучше. Ну, это как-то отчаян был. Сейчас ребята немного штунов потише сделают, что он плачет по ночам очень громко. Так, против. Я, кстати, думал, что когда я, типа, запущу эту бодягу, типа, музыкальную, рекомендованную музыку, мне дадут какую-нибудь там Йову или что там сейчас популярно у детей. Кстати, в гей-клубах реально у нас продают вот эти шарики, которые уже даже в обычных клубах, по-моему, не осталось, абсолютно беспонтовые такие, которые, типа, с веселящим газом. Вообще нихуя не веселое дерьмо, особенно если ты под кокаином уже. Очень на давление влияет, короче. Илья, спулишь, пожалуйста, крипочечков разулю. Да, да, да. Не хотел перебивать тебя, но было бы здорово. Хорошо. А пойдемте на топе пацану, покажем, что он не прав. Вот этот вот. Ты мне? Не-не-не-не. Ты стой, фарми там. Сейчас все хорошо. Сейчас только крипов нету. Я просто в камеру, я в телевизор хочу попасть. Вот возле Мэдисона сейчас буду бегать, в телевизор попадал. У меня настолько странное расстояние теперь кажется между всем, потому что я привык играть реально на милипиздрическом ноутбуке. И еще Юра Штанов так сдает настроение потрясающее. Висп, ты куда? Браться. Кирюха, пойдем бить? Нет-нет-нет, пока не идем. Ты посмотри, что творится. Да там, блядь, Сент-Кинг его отпиздить надо. О, полегче. Ой, извиняюсь. Зря ты, конечно, разорвал эту. Но я же не знал, что притягиваешься. Ну ладно, вы их все равно отпиздили. Так что, что переживать? Нормально, волк отработался. Так, пойду, наверное, ботинок куплю. С Трегурей, пойдем по карте летать. Буду тебя... Давайте антимагу убьем. Если не умру сейчас, то пойдем. Даже так. Смотри. Мы просто подарок судьбой. Мы уже апнули куру или нет? Не, она еще мертва. Блядь. Зачем ты драться пошел? Ну я же тебя убез бы. Ну, я думал убить его. Не знаю. Ступил, окей, ступил. Пойдем, или я сломаю паровый. Чего, блядь, сделать сейчас? Сейчас, погоди, что там с летающей курой натупил. А, она лежит, все отлично. Я хотел вообще ее продать, чтобы потом линк ее покупал. Пойдем, товар сломаем. Ли, люди спрашивают, зачем ты сделал сайт, если на твиче показывают. Ну как, блядь, дополнительная реклама, ребят? Ведь все делается только для того, чтобы деньги отмывать. Я, блядь, может через этот спайс... Тфу. Через этот сайт буду спайсы продавать. Сука, а? Это, кстати, тоже на оговорке. Ну он думает просто. Но вообще-то идея была понятна. Бизнес вся хуйня. Ой, был сикер, был сикер, был сикер тут еще. Где? На медиан? Не, 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 у нас, у нас. Ну и что, боимся его? Не знаю даже. Подождите чуть-чуть, ребятки. Куру там активируйте, когда на базе будете. А, я активировал еще давно уже. Уже в рейс ездил. Предлагаю убить блоксикер. Так, у меня нету маны на эту. Ну, типа, наверное. Энтимак уже почти инфармил на яшу. Ты прям хочешь бежать на них. А, тут наши уже подошли. Окей, окей. Ой, ой. Да, чё, ты не очень. Провал. Я чё, уру убил. Как-то не очень я ворвался. Да я без маны был еще. За мной бежит, блядь. Долбоеб этот. Линк, поскольку траву продаешь. В личку перешли. Псанэ, ну вы будете драться, нет уже? Мне очень трудно определять то, что происходит на экране. Мы с виспом умерли, чувак. Так что... Ну висп, зачем он нужен? По большому счету. Чё, куда летим? На мид давай? Китайцы вообще никогда не пикают. Виспай, все нормально. Ладно. Давай. А так тоже приличко. Ой, сколько крипов-то, да? Да вообще. Иди, 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 иди её. Вот как ласт хитит боги, смотрите на это дерьмо. Ни одного не проходит. А-а-а! Ну извините. Не уйдёт. Все равно не получилось. У меня есть еще этот нормальный телепорт. Мужской. Бесплатный. Ах, ты что, они появятся, они, Тима? А, не знаю, как появится. Да, я веточку сожжу. Блин, бессы, меня это. варлок короче вообще пиздец а он что то задумал короче по любому а теперь работе в глянуру и вот так вот и вот первая но и пик а как могла броку право локар еще больше не нового ул не основал хп бежим там это раздача один удар один удар такое он будет улет а на саде его арку понял я тут украшу что ты меня у нас вовремя не смог центр сайта да и этого начнешь вторая притяжки обороны что вы отдаетесь и сидите мне это не нравится описать то что яну банк 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 от того на 4 секунды он должен умереть ваще кто там захотел подожди дожди курьера все так вот еще я пойду руну все таки подвижу куплю тут варлок еще может убили бы его телепорт давай ебить давай давай игре с ракету начинай начинай просто тени к нему я короче на бот летаю ящик там просрал ну все уходим расходимся демон черт огромный красный а где варлок а уже все ушел там он и тут с дэдая сикер илья подкинь его стой на месте илья да я не знаю я же вроде жму ааааа блять ну давай ты ультимейт уже линк уже не надо линк 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 прилетел линк на драке вот этот поворот они сами ко мне пришли устроили эту драку я спокойно фармил никому не мешался тимагом там какой то чувак члены спамят в чат да замечательно члены это всегда то что приятно увидеть спросил любой женщины что ей хочется увидеть с утра первым делом ясно что не гладильную доску члены в чате на твиче висп летит не может быть правда побольше членов ребята если вы лагаришь сумеете нарисовать с помощью циферок и надписи то мы даже на него передернем в общем на бот никто не придет я так понимаю больше у у нас и нас хорошо но теперь куда нибудь сейчас не знаю партнета вооружу даже где нибудь куда нибудь куда нибудь но я на металл отдачи давай потом я знаю важно играл это я не хочу почему я хочу платы хорошо спасибо тут же нет никого но поэтому и сказал что то есть сначала ты думаешь что варды есть да сначала я думал что есть у нас просто даже варды ставят что так да да они небось вообще стрим я же задержку на стрим не поставил вот моя ошибка то блять как же а я не думаю что кто то подглядывает там что все с воротами вот чертят сволочи пойдем пойдем давай в виде того вообще заберем давай как стать по товарам мы тоже просасываем как по счету или нет ээээ не стиль не стиль ну да разулю ах ну блять ударь не ударь ну ты ее через десять часов ударила ну что ж так он бы сразу блин короче я в любом случае на нем ракеты а не забрал бы он бы телепортнулся ну куда бы он телепортнулся он даже не начинал ну он просто ждал бей 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 там блять антимаг у него ульта нету он только что меня ультал и с отменяем тимак челка очень интересная на экране происходит а то на меня на виду на яшу все горит яшу пожар блять чувак я очковую все снять кубики мне страшно яичи лагаю яичи лагаю яичи лагаю меня тоже лагаю чё за а у меня не лагает аааA давайте все пишем туда пишем 1000 пинг 1000 пинк я в 9 нельзя нажать блять чё за а нет лагает и пиздец как лагает да это реально интересно 1000 пинг 935 ну смотрите у нас есть 2000 свидетелей реально лагают емое ну емое это они лагы короче дают от этих досер я убежал я убежал, вернулся от стан и не мне не у них тоже лагает А это так надо, что, блядь? Блядь, ну и пиздец. Да это бывает, ну чё, первый раз, что ли, чё вы? Я фармлю ещё при тысяче пинга. Если бы дедосили, то дедосили кого-то одного и так далее. Я и при нуле пинга не мог фармить, а тут вообще пиздец начался. Самое обидное, что вот, о, пауза сработала. Так, 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 как раз можно настроить музону, а то... Давай. Не очень. Я пишу в чат пинга и он не идёт. Вот, что-то весёлая. Вы были приглашены к сообществу, нахуй вы Линка взяли. Ладно. А что, надо было этого чувака сказать? Нет, наверное этого чувака, я уверен, если он придумал такое сообщество, то он ещё и, ну... Остр, остроуми. Смотрите-ка, они отключаются, давайте быстро отжимаем паузу и башим их. Да они переконнекчиваются просто. Но, кстати, это не поможет. Абсолютно не поможет. Ну вообще ничто не поможет у нас, капитанных сказок. Это вальвовские, блядь, серваки на самом деле просто включат и всё. Такая херня случается на стриме, блядь. Я одну большую ошибку допустил. Пошёл играть с нами? Нет. Не выключил на телефоне интернет и у меня, ну, ВКонтакте синхронизировали. Они ВКонтакте сейчас все подряд пишут, я как на вибраторе, блядь, сижу. Нормальная тема. Многим это, наоборот, доставило бы удовольствие. Я два раза включил удовольствие и вот всё, теперь хватит. Чё там на Рубика? Брейсер надо собирать, Кирилл? Да-да-да, пять штук. Пять брейсеров, конечно. Нет, мне пока на один не хватает. Я смогу быть полезным с такого количества брейсеров? С брейсеров-то навряд ли. С пятью, конечно. Ну ладно, я попробую, блядь. По поводу заведения мануфактуры хотел рассказать. Ни в коем случае, блядь. Ну, в Митино просто такая ситуация, что там куча долбоёбов живут. И я там рос тоже, поэтому и вырос таким долбоёбом. Но когда им приходит время работать, они же нихуя не могут никуда поступить там или устроиться. Поэтому они идут работать, блядь, в заведения, которые там в кружку и так далее. Ну, в кружку, наверное, таджики там, всё такое. Типа там всего четыре или пять кабаков более-менее приличного качества. И вот, ну, в принципе, раньше в пивной мануфактур можно было посидеть. Я приехал там с митинскими друзьями. Они там, типа, ой, Илюха вернулся. И я хотел просто пивка попить. В итоге нам принесли прокисшее пиво, пиздецки прокисшее. Причём, ну, естественно, мы позвали менеджера. В любом заведении, вообще, в каком я был, в любом заведении мира, тебе просто меняют пиво, если оно тебе не понравилось. Тем более, ну, если видишь, что люди нормальные пришли. Тут, короче, менеджер, тёлка какая-то, начала доказывать, что она сама подключала какой-то шланг. Хотя, по-моему, единственный шланг, который она в руках держала, это шланг её ёбари, блядь, тракториста. И, в общем, ужасное, отвратительное поведение, нежелание там даже пиво заменить. Это был полный пиздец какой-то. Короче, кто сможет снять паузу, снимайте, потому что, если вы нажмёте в лобби, короче, попробуйте выйти в меню, посмотреть, что там происходит. Мы игру ищем сейчас. Да, у нас поиск сервера идёт. Нам сервер меняют. Это не Митина, понимаешь? Вот, если бы в Митина сервера были, нам бы не поменяли. В Митина не продают бета-версию за 600 рублей, а потом не дают на неё 28 инвайтов, если ты её купил. Видишь, нам сервер не понравился, нам уже меняют сервер. Нет, на самом деле это я вышел, когда я увидел, что у нас лаги, нажал Find Game и... Стоп, моя игра готова, ребята! Давайте, поехали играть! Погнали, ребята! Да-да, моя тоже игра готова, гоу! Наша игра готова, выходим из зала. Мы очень сильные доттеры, мы будем две игры сразу. Как в покер, как в покер, блядь, за несколько столов, так и тут сразу три партейки скатаем. Ребят, рейтинг поднимем и вся хуйня. Да, так быстрее, чтобы был. Ксюш, сделай к 8 примерно еду, чтобы я успел поесть между... Господин Мэдисон, а у вас кота просят убрать с твича. Кота? А, блядь! Пот, извините, ребят, но тут просто это... Ничего интересного не было, всё было в лаге, и потом в какой-то момент... В какой-то момент просто нам выдалось, что мы нашли игру прямо внутри другой игры. Кто-то, кстати, не нажал. Кто-то не нажал. Не-не-не, там всё было. Эй! Ликантроп забросил игру! Нет, ты чего? Смотрите, смотрите, какая хуйня! Я как бы отсоединён от игры, но я в ней... У тебя все... Да-да-да, мы все... О, ЦК, ЦК, помогайте, помогайте! Блядь, лаги прошли, я... Я вне констан! Всё, короче, играем. Ребят, ребят, а может я ещё не проснулся? Да, пиздили. Может как... Всё, погнали добивать. Может это как в этом, как в фильме... Начало, то есть это игра внутри игры или... Да-да-да-да. То есть один поиск, нам на третий, по-моему, уровень надо было. Ну, ты понимаешь, Илюш, что если ты в этой игре умрёшь, то ты умрёшь и везде. Да, я впаду в доту навсегда, как... Я всегда буду в неё играть теперь, никогда из неё не выберусь. Со своей шлюхой, женой некрасивой там, или ещё что-то типа того. Я просто плохо помню сценарий этого фильма. Точнее, я его не очень понял. Она об этом обалдает. У тебя, у тебя волки невидимые, ты в курсе? Да. Это круто. Знаете, самое смешное, что ли, Контропусы считали лиф? Да, я клал. Пинг-то, пинг-то хороший. Прикинь, сейчас в лоу приорить. Упадёшь, хотя играешь. Ну, я такого реально никогда не видел, это полный пиздец. Смотри, у других значок, крестик, что типа, ну всё, они вышли. Один сам пинг играет, на самом деле, по-моему. Не-не, он тоже вылетел. У нас вся команда что-то ждёт с часами. Вот вся команда с часами. Ну, ждёт реконекта. Может, они где-то в параллельной вселенной сейчас играют там. Тима, короче, подошёл, что-то хотел. А тут сикер буйствует. Он такого поворота не ожидал. Что за ебло? Блотсикер вообще. Что за параллельный? Что за параллельный? Блотсикер вообще. Что за параллельный? Та башню добьёт тот педик. Стригуль, смотри, как неудачно. Как неудачно ты попал. Не, такие на самом деле заявления можно делать после того, как уже башню добили. Вот смотришь, неприятный человек тебя добил. Разнёс. Стригуль, пойдём под фонтаном драться? Пойдём. 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 Пойдём.